Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире «Мир образования» в студии Елена Борисова. Вы образованы, и весь мир ваш. Вот девиз нашей программы. 1 сентября в некоторых школах в порядке эксперимента появится новый предмет – духовно-нравственная культура. Внутри курса три модуля – история одной из традиционных религий, история основных мировых религий, основа светской этики для атеистов. Духовно-нравственная культура войдет в необязательную часть учебного плана, а преподавать ее будут светские учителя. В этой связи возникает несколько вопросов. Во-первых, почему подобные решения принимает президент, а не соответствующие ведомства? Во-вторых, если предмет необязательный, то кто же будет им заниматься? У нас и обязательные предметы не всегда толком преподаются. Не получится ли то, что случилось с мировой художественной культурой, которая считалась обязательной, но благополучно исчезла из большинства школ, так и не став полноценной дисциплиной? А ведь там, где она преподается, если это делается на должном уровне, дети как раз и получают знания и по истории религий, и по основам этики. Так что остается вопрос профессионализма. Кого будут на скорую руку натаскивать на новый предмет? Сегодня в выпуске. Что такое летний лагерь? Матрешка с акцентом, ежедневник мирообразования и добрый волшебник. Что такое пионерский лагерь, знают все. Даже те, кто опоздал родиться, по кинофильмам представляют его себе. А вот городской летний лагерь – жанр менее популярный. Но и сегодня в них нуждаются семьи, которым некуда отправить ребенка в каникулы. С ребятами из такого лагеря в природном парке долины реки Сетунь познакомился Константин Ефремов. Образование в ненавязчивой форме – вот девиз городского летнего лагеря «Радуга». Подобные лагеря организованы при школах, и большинство досуговых мероприятий здесь направлены на закрепление, пройденного в течение учебного года. Конечно, летом на первый план выходят физкультура и рисование. И никакой идеологии, в чем основное отличие всех современных лагерей отдыха от пионерских. Но хотя времена пионерий прошли, а вожатые стали называться воспитателями, некоторые вещи с тех пор остались незыблемыми – построение, отряды, девизы и, конечно, требования дисциплины. Если взять атмосферу того времени, когда уже непосредственно в школе и в дальнейшем дети были более собранные, то есть им не нужно было 10 раз повторять, это уже как-то было впитано в духе того времени. Сейчас, да, нам необходимо объяснить, необходимо все это закрепить и каждый раз контролировать. Сегодняшние дети так же неуправляемы, как любые дети во все времена, если им нечем заняться. Правила и требования старших скучны и непонятны. Зачем их соблюдать? К непослушаниям дети реагируют на формальные отношения педагогов к своим воспитанникам. Чтобы ребята стали собраннее, нужно не возвращать их в атмосферу того времени, а создать им условия для творчества. Такая форма досуга называется у родителей, чтобы зря без дела не болтался. То есть воспитатели детей чем-то занимают и развлекают, что само по себе неплохо. Но есть такие летние молодежные лагеря, в которых образованием занимаются очень основательно. Международный лагерь «Московия» показался нашей съемочной группе совсем пустынным. Оказалось, что все на уроках. Сюжет Берта Таймуразовой. Лето – время отдыха, но многим нравится совмещать приятное с полезным. В Международной летней школе русского языка под Москвой собрались подростки со всего мира. Начиналось это 7 лет назад, когда по инициативе Юрия Михайловича Лужкова и правительства Москвы была организована эта школа. В первый раз у нас присутствовали только ребята из стран ближнего зарубежья. Назывался «Лагерь по изучению русского языка» для стран СНГ и Балтии. И у нас было 15 стран здесь. Сегодня здесь представители 38 стран. Они выиграли у себя дома Олимпиаду по русскому языку. Или победили в конкурсах, связанных с культурой или наукой. В каждом отряде обязательно есть русский подросток. Но двух ребят из одной страны нет. Так что они поневоле общаются на нейтральном языке – русском. Успехи есть. Есть успехи. У нас есть неговорящие группы, куда мы собрали ребят, которые совсем не знали русского языка. И даже не были готовы к его изучению. Вот здесь узнали, что будут русский изучать. Но даже они уже говорят. Вы знаете, они общаются в отряде. И, в общем, основные фразы уже запомнили. Языковой барьер поначалу неизбежен. Но сближению помог фестиваль национальных культур. От каждого народа был плакат и номер, представляющий страну. Мы первый раз тут приехали из Бразилии. Нам еще не было известно, какие эти фестивали надо было привезти. Мы должны были привезти лучше костюм. Но они так, мальчики, оделись в желтый-синий-белый брюки под цвет бразильского флага. И они выступили. Сначала кусочек у них гимн, а потом была музыка бразильская. Ежедневно по несколько часов они занимаются русским языком. Для каждой страны разработана специальная программа. В нее входит и культурология, и страноведение. Особенно ребята любят видеоуроки. Очень интересно узнавать, как живут в России. И так забавно звучат эти трудные слова «матрешка» или «кокошник». Меня зовут Мишель. Я из Франции, около Парижа. Мне очень нравится в лагере. И в моем полке, первый полк, да. Это мой кровавый брат, бульгар. Да. Он живет в Софии. Нет, в Старозагорышево. Меня зовут Елена. Я из Словении. Я изучаю русский язык три года. И очень люблю русский язык. И люблю русскую культуру. Ну, диалог на русском языке у нас пока не очень получается. Но у этих ребят все впереди. Ведь они уже преодолели стеснение. И у себя дома смогут показать свои знания. Может, даже попытаются рассказать о лагере по-русски. А мы в следующей программе покажем, как здесь проводят свободное время, занимаются спортом и рассуждают о дружбе. Ежедневник Мирообразования познакомит вас с некоторыми памятными датами этой недели. 27 июля 1741 года корабль Алексея Чирикова из экспозиции Витуса Беринга первым достиг островов Америки. 28 июля 1957 года в Москве начался 6-й Всемирный фестиваль молодежи и студентов. На него приехали 34 тысячи юношей и девушек из 131 страны мира. 29 июля 102 года назад сэр Роберт Баден Паул основал в Великобритании организацию бойскаутов. 30 июля 2002 года на Алтае открылся музей шпаргалок. Экспонаты поступили от учеников местных школ. 1 августа 1744 года родился Жан-Батист Пьер Антуан Ламарк, который первым попытался создать теорию эволюции живого мира. В этот день, 216 лет назад, во Франции введена метрическая система мер и весов, ставшая основой для единой мировой системы. В детских лагерях культурным отдыхом занимаются специально обученные люди. Домашних, неорганизованных детей развлекают родители. В столице есть куда отправиться с ребенком. Например, на выставку художника-анималиста в Дарвиновском музее. Сюжет Марины Юрченко. «Добрый волшебник» – так назвали выставку Алексея Комарова в Дарвиновском музее. Чем же он заслужил такое название? Всю свою долгую, почти столетнюю жизнь художник изображал животных. Он стремился запечатлеть их в естественной среде обитания. Поэтому много путешествовал, изучал повадки зверей, делал великое множество набросков. В каждой работе мы видим его любовь к братьям нашим меньшим. Может быть, такую же пылкую, какой она бывает у маленьких детей. И нам кажется, что эта выставка будет интересна разным возрастам. В том числе и обязательно сюда нужно приводить детей маленького возраста, потому что творчество, вот я уже сказала, так долго прожившего художника было очень разнообразным. Он был и иллюстратором литературы, и в том числе иллюстратором детской книги. Яркие, познавательные книжки-раскладушки с восторгом рассматривает и сегодняшнее поколение малышей. А ведь выпущены они были в середине прошлого столетия. Я этого зверяка уже видела в другом месте. Не на картинке, а за витриной просто похож. Для ребёнка рассматривание книжек с картинками не менее важно, чем поход в зоопарк. Дети очень наблюдательны. Надо только направить их внимание в нужное русло. В итоге полученные ими впечатления и знания найдут отклик в детских рисунках. Очень всего люблю рисовать собак. И то, и другое надо видеть. И живых, и то, как их изображают. Дети много очень рисуют, и надо смотреть на примеры того, как рисуют, и учиться. Кто только не иллюстрировал сказку Киплинга Маугли. У Комарова она приобрела особую убедительность. Обитатели графических джунглей, кажется, дышат. Волчий взгляд не пугает, а завораживает. Алексей Никонорович говорил, что хочет показать животных красивыми и добрыми. Каждая его иллюстрация для научных книг также превращалась в маленький шедевр. Конечно, строгий жанр научной анималистики сковывает, ограничивает творческую свободу, но на то он и мастер, чтобы не соперничать с фотоаппаратом, а вселять душу в каждую нарисованную пташку. Алексей Никонорович и его жена прожили почти 40 лет на подмосковной даче в Песках. На участке росли десятки сортов ирисов, гладиолусов, тюльпанов. С помощью масла и акварели художник сохранил все многообразие и великолепие цветочного мира. Недаром эта часть коллекции так и называется – «Райские пески». И вот вся живопись, которая на выставке представлена, это из фондов Дарвиновского музея, но также был еще очень сильным графиком. Любите природу и понимайте язык животных. Вот к чему призывает творчество художника, прожившего почти 100 лет в удивительном мире доброты и сказки. Мире, в котором правит добрый волшебник. В заключении выпуска образовательные новости от Константина Ефремова. Костя, вам слово. Спасибо, Елена. Министр образования Андрей Фурсенко заявил, что самым сложным в эксперименте с предметом «духовно-нравственная культура» будет переподготовка учителей. По его оценке, нужно будет обеспечить переподготовку более 40 тысяч человек. Министр оценил затраты только на это в сотни миллионов рублей. Школьники имеют право составлять рейтинг учителей. Такое заявление сделал суд Германии в ответ на жалобу преподавательницы на то, что на популярном стране сайте она получила плохие отзывы и низкие оценки. По мнению Федерального суда Германии, ученики имеют право выражать свое мнение об учителе и оценивать его по шестибальной шкале. В Санкт-Петербургском университете культуры и искусств был представлен первый робот-преподаватель английского языка по имени Джордж. Как сообщает информационное агентство «Регнум», он стал результатом первого этапа российско-британского проекта «Искусственный интеллект в сфере образования». Робот приступит к своим обязанностям в начале нового учебного года. Это были все новости. Елена. Спасибо, Костя. Мы желаем успехов вам и вашим детям. И до встречи в нашем эфире. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok